Здравствуйте! Благодаря Творцу на планете Земля множество интереснейших и красивых растений. Среди всех особенно интересен, например, папоротник. Десятками видов он представлен по многим странам. Но сегодня я вам расскажу о папоротнике теплолюбивом, который растет в наших условиях только лишь в комнатных условиях или же в оранжереях. Также следует отметить, что папоротники бывают и зимостойкие. Некоторые виды можно даже встретить в наших садах. Итак, нефролепсис. Почему я о нем именно и хочу рассказать? В нефролепсисе сочетаются все плюсы папоротников. Он имеет прекрасные декоративные качества, у него замечательный габитус, а также он достаточно неприхотлив в условиях ухаживания. Но все-таки есть некоторые особенности ухода за этим растением. Итак, первое. Влажность воздуха и поли. Так как нефролепсис это полуэпифит, влажность воздуха он требует очень большую. Так как на вот таких вот длинных побегах находится большущее количество мелких листьев, то площадь испарения у нефролепсиса большая. Оно очень быстро теряет влагу. Поэтому растет оно в природных условиях только в местах, где очень большая влажность воздуха. Для того, чтобы влажность воздуха поддерживать высокой, нефролепсис опрыскивает. Как часто его необходимо опрыскивать? Один-два раза в день. Два раза опрыскивают растение это тогда, когда летом очень жарко или зимой очень теплый и сухой воздух во время отопительного периода. Поливают это растение исключительно в поддом. Во-первых, потому что поливать в грунт вы просто не сможете, так как весь грунт и поверхность зарастает вот этими вот побегами. А попадать на молодые побеги вода не должна, потому что побеги очень такие нежные, они могут быстро загнить. Если гниют побеги молодые, то выплевает, выгнивает точка роста и растение пропадает. Поливать нефролепсис нужно по мере высыхания воды в поддоне. Ни в коем случае вода не должна пересыхать полностью всегда, потому что кол не должен земляной пересыхать. Для того, чтобы земляной кол не пересыхал, он должен состоять из правильного грунта. Прежде всего, это должен быть влагоемкий и воздуха, и влагопроницаемый грунт. Вода не должна в грунте застаиваться, а для этого на дно горшка обязательно ложат дренаж, керамзит или какой-то другой дренаж. Вода должна стекать. В то же время, сам грунт должен быть влагоемкий, он не должен пересыхать. Он должен содержать корни в достаточно влажном состоянии. Таким образом, вы можете либо приобрести специальный грунт для папоротников в специализированном магазине, либо вы можете составить грунт сами из торфа, а также из небольшого количества песка и очень небольшого количества плодородной почвы. Исключительно в плодородную почву, в чернозем, в очень тяжелую почву, плотную. Высаживать нефролепсис и другие папоротники ни в коем случае нельзя, потому как они будут плохо развиваться. Для того, чтобы развивалось растение хорошо, ему еще нужен солнечный свет. Некоторые люди, купив нефролепсис, ставят его на подставку в какой-нибудь темный угол. И через некоторое время растение приходит в упадок. Для того, чтобы этого не происходило, растению нужен солнечный свет. Но только рассеянный солнечный свет. Ни в коем случае нельзя растение ставить под яркие прямые лучи солнца. Потому что это полуэпифит и в природных условиях он растет в притененных местах. Но достаточно попадать должен солнечный свет на него. Идеальным условием является содержание растения перед окном на подставке. Окно обычно занавешано какими-то занавесками и они немного гасят вот этот солнечный свет. Притеняют растение. Растение ифролепсис получает рассеянный солнечный свет, что в принципе его вполне устраивает. Но только нужно помнить, что ставить перед окном его лучше всего летом. А когда под окном начинает в зимний период уже работать центральное отопление, то нефролепсису это конечно же тоже вредит. Несмотря на поступление солнечного света, растение также и может пересохнуть от отопления. Поэтому ставить его нужно от радиаторов подальше в зимний период. Я упомянул то, что нефролепсис ставят на подставку перед окном. Почему так делают? Не только потому, что растение красиво его выделяют из всех в квартире, в доме. А потому что у него вот эти вот его побеги растут очень длинные. Побеги растут на протяжении всего времени жизни побега. Растут они в длину и в ширину. Вот эти вот листики постепенно раскрываются новые и новые. Так вот, вы видите, что растению нужно пространство. Иначе, если оно будет стоять просто на столе, листья будут, вот эти вот побеги будут загибаться или даже ломаться. Если оно растет на подоконнике. Поэтому нужна подставка. Подставку берут обыкновенную для комнатных растений. Это растение у меня еще молодое. И оно еще не такое большое. Поэтому я его поставил на такую вот специальную керамическую подставку. Потом, когда оно станет больше, его можно поставить на хорошую большую подставку. Прежде всего, это очень красивое растение. Оно часто встречается в таких богатых, красивых домах, роскошных. Где оно приносит уют. Дарит какое-то необыкновенное тепло. Может быть потому, что, вот вы видите, его даже побеги похожи немного на солнышко. Лучи солнца. Но следует помнить, что никакое растение не заменит для уюта в доме, в семье, теплых, хороших слов и доброго отношения друг к другу. А вот украсить оно, это растение, безусловно, может любую квартиру и любой дом. Я желаю вам Божьих благословений, выращивания нефролепсиса. Всю дополнительную информацию вы можете найти в специализированной литературе. А пока я вам желаю всего самого наилучшего, радости и счастья. Субтитры сделал DimaTorzok